Танометр, шприцы, пульсоксиметр. Вот уже 10 лет каждая рабочая смена Татьяны Борисенковой начинается со сборки лекарств. На Голицынскую подстанцию скорой помощи приезжает из неблизкой Смоленской области. Любовь к медицине передалась по наследству от мамы медсестры. Помогать людям. Иногда какие-то такие вызова интересные, когда ты понимаешь, что ты спас жизнь человеку и мурашки по телу, по коже. Одним из таких был вызов на стоянку дальнобойщиков. Обычные боли в животе оказались симптомами инфаркта. Сердце пациента в карете скорой остановилось дважды. Завели дефибриллятором, приехали в стационар и в отделение реанимации сдали благополучно. Тут вот прямо это вот, наверное, было такой первый раз, когда вот два раза завели человека. Быть медиком для Елизаветы Кургановой – тоже выбор семейный. Ее бабушка работала санитаркой. Все детство девочка провела в медпункте. Бок о бок с врачами. Над выбором профессии даже не задумывалась. Правда, хотела стать офтальмологом, но судьба распорядилась иначе. На третьем курсе первый раз попала на практику на скорую помощь. После первого дня я пришла к старшему фельдшеру на подстанции и сказала «Я остаюсь». Сейчас Елизавете 26. Работает в скорой уже пять лет. И хотя труд фельдшера не из простых, желание помогать людям оказалось сильнее. Сутки отработали, сутки проспали. Потом, если есть возможность, какими-то своими личными делами позанимаешься. Ну, а так не особо. Муж у меня военный, мы с ним не видимся только по выходным. В Голицын из города Чебаркуль привела профессия мужа. О себе Елизавета говорит так. Женщина не из робкого десятка. Но, несмотря на сильный характер, даже ей на вызовах бывает страшно. Была квартира, было пять пьяных мужчин и женщина. Возов был к женщине. Мужчина дышал мне в затылок, взвал на свидание. Говорит, давай я тебя провожу. В общем, я все сделала. Я бежала оттуда и не оглядывалась. Благодарных пациентов, оказывается, больше. Многие из них спустя годы отправляют открытки и не перестают благодарить за спасенные жизни. Лиза Курганова сработает? Она говорит, да, работает. Дайте, пожалуйста, ей большой привет. Я до сих пор ее помню. Я очень ей благодарен. Мне это прямо правда, это до слез приятно. За многие годы девушки не усомнились. Профессия у них интересная и важная. Главное – любить свое дело. Своим коллегам в День работника скорой помощи желают быть всегда в строю. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова